Сегодня, когда мы ходили по Риму, смотрели уникальные памятники культуры, конечно, я через все это видел башни. Я прежде всего видел наши уникальные памятники и потом уже видел Италию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так случилось, что увидеть Италию в дни фестиваля захотел не только президент Ингушетии. В этом году официальный визит американского президента Джорджа Буша совпал с днями молодой российской культуры в Италии. И по этому случаю были предприняты беспрецедентные меры безопасности. В небе над Римом баражировали вертолеты, а все улицы по пути следования Джорджа Буша перекрыла полиция. Центр города, где движение и так затруднено, стал для автомобилистов практически недоступен, и они не жалели крепких, непереводимых на русский язык выражений. Резиденция российского посла известна всему Риму. Здесь проводятся различные мероприятия, концерты, выставки, приемы на самом высоком уровне. На этот раз были приглашены главы дипломатических миссий различных стран, члены итальянского правительства, депутаты парламента, известные общественные деятели, представители аристократических семей и русской миграции. Тепло встречали здесь и президенты Ингушетии Мурата Зязикова. Ну а появление на вилле детей в таких живописных, невиданных для большинства собравшихся нарядах, стало для гостей полной неожиданностью и, как оказалось, приятным сюрпризом. А юные артисты, преодолевая волнение, все же первые выступления на итальянской земле и перед такой высокопоставленной аудиторией готовились к выходу. Такого самобытного творчества здесь никто еще не видел, и по такому случаю на зеленой лужайке российского посольства специально соорудили сцену для молодых ингушских танцоров. И покорение Рима началось. Субтитры создавал DimaTorzok Бесподобно, словами не передать. Какие эмоции испытываешь, когда видишь эту страсть, женственность, красоту? Председатель итальянского сената обещал рассказать своим высокопоставленным коллегам и друзьям о том, что видел собственными глазами. Жаль, что Берлускони не пришел. Это искусство достойно того, чтобы в следующий раз я привел с собой всех членов нашего правительства и парламента. Мне очень приятно, что все это происходит под небом Рима, в атмосфере напоенной спокойствием, миром и дружелюбием. Потомок царской семьи Романовых, Николай Романов, пришел на праздник в посольство с женой и двумя внучками. Для них встреча с гостями из ингушетии стала незабываемой. Глава царского рода безошибочно определил. Видите, видите. Я как только вас всех увидел там, я сразу понял, это Кавказ. Только не понимал, с какой стороны. Кавказ, сколько наций и народов, значит. Пять-шесть с этой стороны, с другой стороны, три или четыре более крупных. Теперь вы знаете, что это ингушетия. Вот. Я знаю, что есть ингушетия. Это я всегда знал. Я рад был вас видеть. И рад видеть. Такое удовольствие, которое дало всем иностранцам, видеть, как можно представлять искусство России и всех стран, которые в прошлом и в будущем, и направо, и налево связаны с Россией. Меня зовут Николай Романович. Спасибо большое. Это культура, которая в России, которая составлена из сколько наций? Ведь мы русские все. Если вся культура ингушетия, как то, что вы мне сейчас показали, тогда надо, по-моему, переселиться в ингушетии. А ингушетия всегда готова принять всех желающих обосноваться на этой щедрой и гостеприимной земле. Так что, Николай Романович, добро пожаловать. И танец специально для вас юный джигит подготовил. И не беда, что от избытка чувств царицу Тамарова назвали королевой. Главное, что республика Ингушетия достойна царствующей фамилии. Ну, очень-очень-очень красивый. Все очень красиво. Я считаю, что это выступление, оно стало таким, я бы сказал, бриллиантиком нашего сегодняшнего приема, потому что государственный прием – это главное мероприятие в году, которое проводит посольство. Все остались просто поражены красотой выступлений, глазами азартом выступления ребят. И уже появились желающие их привезти в Италию вновь. Я думаю, это хорошо. Это хорошо, и это свидетельство о том, как развивается наша страна, насколько мы разные, одновременно единые. В этом наши силы. Это еще раз узнают нас, еще раз узнают об Ингушетии, еще раз скажут о том, что это самобытный, уникальный народ. Столько энергии, эмоций, удаля, очарования было в этих танцах и самих исполнителях, что даже представители страны восходящего солнца не смогли устоять на месте. Обычно такие бесстрастные и осторожные японцы, позабыв обо всем, вышли в круг. Великолепно! Где это видано? Когда такое было, чтобы лесгинку танцевали в центре Древнего Рима? Действительно, даже Древний Рим с его многовековой цивилизацией, завоевавшей полмира, таким зрелищем до сих пор похвастаться не мог. И если власти Ингушетии хотели удивить видавших вида европейцев, то им это удалось. Представить подобным образом республику за рубежом способом вот такой народной дипломатии на языке высокого искусства танца, это, признавались итальянцы, дорогого стоит. Принимать таких гостей для нас большая честь. Мы не ошиблись в своих ожиданиях. Это был наш первый опыт, и он вселил в нас энтузиазм, потому что Италия познакомилась с таким самобытным, высоким искусством. Мы просто замечательно провели время и подружились. Президент Ингушетии был у нас в гостях. Замечательный человек, который так много делает, чтобы о его республике знали в мире. В общем, это были незабываемые дни. По приглашению местных властей сюда приехал президент Ингушетии Мурат Зязиков. Его тепло встречал мэр города Чевитовеки Джованни Маскерини. В этом городе должно было состояться первое официальное выступление ингушского коллектива в рамках молодежного фестиваля в Италии. Но прежде знакомство с республикой и ее лидером в частной беседе. В неформальном общении люди лучше узнают друг друга. При этом чувство юмора ценится особо. Я иногда, когда смотрю по телевидению, когда встречаются и Владимир Владимирович Путин, и Берлускони, мне кажется, что Берлускони, он, наверное, больше ингуш, чем итальянец. Я знаю, Берлускони хотел бы и Россией править тоже, отвечает в шутку мэр. В общем, беседа проходила в теплой и дружеской обстановке. Все, что связано с Италией, у нас такое особое восхищение по особенному любимому Италию. И это, может быть, по расстоянию мы далеко друг от друга, а вот сердцем очень близки друг к другу. Но дело, как мы себя видим, как мы себя представляем, очень важно, чтобы мы чувствовали, что нас знают, и что мы часть такой общей европейской цивилизации. Цивилизация, которая обогащается многообразием культур. И фестиваль, который прошел под патронажем супруги президента России Светланы Медведевой, стал ярким тому подтверждением. Ну а итогом встречи в мэрии стало предложение итальянской стороны стать регионами-побратимами. Предложение было охотно принято. Мурат Зязиков вручил мэру солярный знак, символ ингушетии, и подарок, который вызвал у главы города Чередовекия неподдельный восторг. Тот, кто когда-нибудь надумает, или даже в мыслях у него будет обижать итальянский народ, российский народ, вот они должны знать, что у мэра города есть вот такое оружие. Оружие, которое без нужды лучше не вынимать, а без славы не вкладывать обратно в ножны, гласит народная мудрость. Общение с президентом было очень интересным, и я понял, что у нас много общего. Даже количество населения в наших регионах одинаково – около 500 тысяч. Мы говорили о наших городах и пришли к выводу, что нам было бы очень хорошо стать побратимами. И мы в этом очень сильно заинтересованы. Знаете, когда президент Ингушетии с таким энтузиазмом рассказывал о своем крае, людях, я понял, что это человек, который живет интересами своего народа. А когда он показал мне альбом с фотографиями края, я был потрясен красотой республики и тем, как она развивается. Я понял, как, жизнелюбив этот народ, как сильны его традиции, почувствовал величие его культуры. Мир России, русский мир, он многонационален, это не мир русских. Это мир людей, которые даже говорят на разных языках, исповедуют разные религии. И, конечно, для понятия России очень важно понять ее многонациональную культуру. Понять, что она состоит из разных людей. Из людей, которых в то же время объединяет общая любовь к России, мечта России, мечта о ее будущем. Я думаю, что большинство итальянцев даже не знают, где находится Ингушетия. Сегодня многие из них впервые об этом узнали. Это хорошо. И они поняли, что Россия – это не только танцы, песни русских. Это и культуры, богатейшие культуры большого числа народов, которые населяют нашу страну. А их у нас больше 60 по переписи населения. И я уверен, что знакомство с культурой одного из наиболее интересных, самобытных народов Северного Кавказа будет способствовать и лучшему пониманию России. Мы счастливы, что зори Ингушетии после триумфального выступления в Каннах, в Испании, сейчас имели такой же успех здесь, в Италии. Ребята, как всегда, были на высоте. Мы гордимся тем, что искусство в регионах всегда пленяет сердца в тех странах, куда мы вывозим наших ребят. Мы у себя в стране, мы должны сами себя еще полюбить. То есть, чтобы о нас знали в Европе, в мире, как о такой уникальной стране. Ну, тем более, мы говорим о том, что уникальность нашей страны в том, что есть очень красивые регионы, где культура народов – это консолидирующий, объединяющий фактор. И мы в этом еще раз убедились. Посмотрите, как сегодня все представители всех стран в нашем посольстве бросили все свои дела, все моменты, когда они общались, они перешли туда, где выступал Ингушетский детский коллектив. Это очень здорово. Сегодня это настоящее и у России очень большое будущее, когда есть вот такие регионы, как Ингушетия. Азори Ингушетии озаряли своим искусством солнечную Италию, за что она им безмерно благодарна. Ингушский ансамбль стал поистине культурным послом современной России. Старый свет увидел юные привлекательные лица самой молодой республики Российской Федерации, увидел ее будущее. Ну а в будущем своего народа молодому поколению сомневаться не приходится. Потому что такое яркое и самобытное искусство может быть только в свободной и многонациональной стране. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...